Здравствуйте! В эфире Большая область. Программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Иван Стрижов. Сегодня в выпуске. Два миллиона четыреста тысяч рублей за 30 квадратов мало. Тюменский пенсионер требует увеличить компенсацию за расселение из деревянной двухэтажки. Мяукающие соседи. Жители одного из домов Ноябрьска недовольны квартирой, в которой живут 29 кошек. Что и как нам продают в сетевых магазинах. В Губкинском народный контроль не оставляет в покое местных ритейлеров. Праздник первой лопаты. В Нефтьюганском районе, в Салыми, открыт югорский археологический сезон. Хорошо, но мало. Говорит житель Тюмени, которому предложили 2 миллиона 400 тысяч рублей компенсации за выселение из старого дома. Пенсионер считает, что за 30 квадратов в деревянной двухэтажке власти должны ему минимум 4 миллиона. Все стороны спора выслушала корреспондент Тюменской службы новостей Елена Старожук. Этот 16-ти квартирник признан аварийным в 2014 году. И в ближайшее время его жильцам придется расселиться. Вот только половина семей до сих пор не знают, куда им пойти. Виктор Карлович один из старейших жителей дома номер 21 на улице Елизарова. Его однокомнатную квартиру в 30 квадратов оценили в миллион 800. Вместе с землей и другими издержками вышло 2 миллиона 400. Но пенсионер считает это издевательством. Какая сумма вас бы устроила? Ну, я думаю, минимальная сумма это 4 миллиона. Минимальная. С суммами независимой оценки не согласны и другие жильцы дома. А у нас тут трое детей и мы с такой суммой. Даже нам любой банк кредит не оформит. Ну, плюс еще мы сохранить хотим, чтобы школу, чтобы дети сюда и садик, чтобы в этом жилорайоне ходили. В 85-м году заехали, ждали квартиру, нам дали по каюту временно, как говорится. И все, с перестройкой у нас это заглохло. Третий на очереди остался на квартиру. Все, здесь и остались мы. Виктор Гузанов, или как его зовут во дворе дядя Витя, в этом доме прожил 36 лет. Последнее время на чемоданах. Ждал оценки квартиры. Вот только цена вышла совсем не та, на которую рассчитывал. Вместе с ним люди 2440, по-моему. И что мы купим на него? А ничего. Это общежитие. В администрации города считают иначе. Этой суммы вполне достаточно для покупки нового жилья. Если собственник не согласен с размером возмещения, законодательством предусмотрены другие варианты. У собственника имеется 90 дней для принятия решения о том, согласен ли он с этим размером, либо не согласен. В случае, если он не согласен с этим размером возмещения, то у администрации города Тюмени возникает право на принудительное изъятие данного жилого помещения в судебном порядке. К судебным спорам прибегают 5-7% жильцов аварийных домов. Размер возмещения в основном устраивает собственников. А вот жильцы дома на Елизарова за стоимость своих квартир готовы стоять до последнего. Они уже обратились в суд с коллективной жалобой. Елена Старожок, Вячеслав Богданов и Евгений Проскуряков. Тюменская служба новостей. Перенесемся в Новый Уренгой. Дом построили, а вот дорогу к нему нет. Почему? Ответ узнала корреспондент телекомпании «Сигма» Лала Гасанова. Такой маленький участок дороги. Два с половиной года не могут предпринять никаких действий. С другой стороны, у нас там тоже дорога идет, до нашего дома не доходит. Там еще меньшее расстояние. Мы же можем как-то уже спустя два с половиной года заезда в этот дом начать передвигаться нормально. Жители новостройки уже готовы даже к торгам. Если нет дороги, то согласятся хотя бы на видимое дорожное полотно. О проблеме своей они, конечно, давно оповестили администрацию города. Те уверены, что дорога к дому и близлежащей школе есть. Но по факту это песчаная колея. Писали дважды. Администрация города лично мне отвечала, что дорогу будут делать после того, как снесут аварийные дома. Но под словом дома, я думаю, подразумевается вот этот вот один дом, который располагается рядом с нашим. Ну как бы и все. То есть никаких определенных сроков. И никаких определенных сроков, когда его все-таки должны снести, тоже они нам не озвучивают. Хотелось бы, чтобы вот это будущее было не таким далеким, оно было обозримым. Чтобы хотя бы какие-то сроки обозначили. Когда будут хотя бы начинать заниматься строительством или хотя бы проектированием этим дорогой. Дети ходят. Вот школа вот здесь. Вроде недалеко. Он пришел весь грязный. И все. И каждый день такое. Постоянно колесо накачиваем. Потому что проволочки торчат. Она наезжает, выткнулась. И нигде ни гвоздя, ничего не торчит. А камера спускает. Сроки, говорят, неизвестны. Хотя бы должны озвучить нам, когда у нас будет нормальная дорога. Все-таки это город, а не какой-то там загород. По дорогам, по этим проездам, вон весь бампер снизу все отколото. Проблематично не только проехать, но и пройти. Народную тропу к дому проложили сами жильцы. И даже это, казалось бы, ничего. Летом еще терпимо. А вот весной и осенью пустырь топит. Вязнут машины. Плохая репутация дороги давно известна всем городским такси. А в какой период именно такси? Именно весеннее, когда начинает все таять. А что там, действительно лужи прям так заливаются? Да, сильно заливаются. Лотная лотная. Казалось бы, хоть по воздуху добирайся. Именно в таких масштабах представляют проблему с дорогой жильцы новостройки. Дом относится к активно застраивающемуся району. Дорогу сюда смогут провести только когда все дома подключат к коммуникациям. Об этом, как говорят новоуренгойцы, они узнали уже после того, как стали собственниками квартир. Микрорайон является новым в строительстве. Нам прежде всего важно сейчас выполнить инженерную подготовку. Что касается выполнения и строительства дорог, новых внутриквартальных проездов, они всегда идут следом за инженерной подготовкой. После того, как сделаем инженерные сети, конечно, будем уже готовить асфальтобетонное покрытие внутриквартальной сети. Сегодня у нас ТЗ пройдено. Если нам удастся отпроектироваться в следующий год, то через год возможно начало уже мероприятий по строительной монтажной работе по обустройству этой территории. В теории начало работ запланировано на 2023-2024 год. Пока единственный выход, а точнее въезд-выезд в соседний участок. Но и там назвать проезжую часть дорогой сложно. Но варенгойцев просят потерпеть, чтобы сделать все как положено. В Нижневартовске отмечают рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Причем виноваты в них далеко не всегда водителям машин. Подробнее корреспондент телеканала Самотлорх Эльмира Казанина. С открытием велосезона в Нижневартовске зарегистрировано 6 дорожных происшествий по вине детей. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одни участники дорожного движения еще не научились управлять велосипедом. Другие слишком уверены в своем профессионализме и пересекают дорогу, не спешившись. Пару недель назад водитель Нивы сбил ребенка-велосипедиста в районе Пикмана 31. Подросток 12 лет пересекал дорогу в неположенном месте, и водитель не успел затормозить. В результате ребенка доставили в больницу для оказания помощи. 18 июня водитель иномарки допустил наезд на 16-летнего велосипедиста. Несовершеннолетний также пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома 96 по улице Мира. Основные нарушения, совершаемые детьми-велосипедистами, это пересечение проезжей части, не спешившись. Это выезд на проезжую часть из-за ограждений. Когда дети не останавливаются, когда требуют правила дорожного движения, не спешиваются. Не убедившись в безопасности, выезжают на проезжие части. Государственная инспекция обращает внимание, что привлечение к ответственности происходит при достижении детей 16-летнего возраста. Но это не говорит о том, что если ребенок, нарушивший, моложе 16 лет, ответственность его не коснется. В этом случае информация о нарушении передается в комиссию по делам совершеннолетних администрации города. Несмотря на большую профилактическую работу госавтоинспекции, проблема остается. Инспекторы обращаются к родителям и напоминают, что обучение детей правилам безопасности на дороге – это их обязанность. Приобретая самокаты, роликовые коньки, велосипеды, нужно обязательно рассказывать детям о правилах движения. Показать наиболее опасные места. Чтобы привлечь внимание всех участников дорожного движения к проблеме, в городе проводятся различные акции в рамках программы профилактики правонарушений. На днях на пересечении улиц Чапаева и Ленина прошла акция «Безопасный двор». Подростки нанесли у пешеходного перехода актуальные слоганы. Опыт нанесения слоганов перед проезжей частью уже практиковался в других городах. Мы решили реализовать его в нашем городе и посмотреть, насколько изменится ситуация на дорогах и наконец-таки перестанут люди нарушать правила дорожного движения. Но если велосипеды и скейты – это сезонное увлечение подростков, то прогулки на стройках остаются всесезонным развлечением с риском для жизни. Родителям необходимо провести беседу со своими детьми, объяснить им, что находиться на строительной площадке или заброшенной стройке опасно для жизни. Научите детей говорить «нет» ребятам, которые хотят втянуть их в опасную ситуацию. Например, зовут пойти посмотреть, что происходит на стройке, разжечь костер, забраться на чердак дома, вылезти на крышу или спуститься в подвал. Эльмира Казанина, Александра Ефремова, Ирика Абдулганеев, телеканал «Самотвор». 29 кошек. В одном из домов на улице Школьной в Ноябрьске соседи жалуются на любителя домашних животных. Сначала кошек было несколько, сейчас уже почти три десятка. Как живется по соседству с многочисленным кошачьим семейством, узнала корреспондент телекомпании «Ноябрьск-24» Юлия Левачева. Ну вот, на потолке даже вот есть, ну капало. Вот по трубе оно все вот это вот текло вот по стене. Видно, здесь было на полу, конечно, но я вытерла это все. Следы на потолке – подтеки на трубах. Для семьи Алены Поповой очередной поход в ванну закончился неприятным сюрпризом. Наверху у соседа 30 кошек. И вот последствия. Когда переехали сюда в 2019 году, мы, конечно, не знали об этом. У нас начался просто шум. Ну, то есть сверху. Начался шум. Потом соседи начали говорить, что у него, кто говорил, 10, 18 кошек. Ну и весной мы узнали, что уже 30 их штук. Мало того, что этот шум. Ну, вызывали, конечно, полицию, писала я заявление. Ну, это все безрезультатно. Участковая администрация, Роспотребнадзор куда только не обращались. Соседам тоже говорили. Не помогло. Ну, он просто помолчит. Головой покивает, что он согласен. Ну, и на этом все как бы. Пусть ему оставят, раз он такой любитель, там, 3-4 этих кошки. Ну, не 30 же штук. Просто потому, что страдаем мы, страдает у нас маленький ребенок из-за этого, из-за всего. В квартире с кошками хозяина не оказалось. А вот сами соседи поделились. Одни жалуются на запах в подъезде и готовы подписать любые петиции, лишь бы от него избавиться. Другим соседство с мурлыкающими не мешает. Ухаживает. Ну, то, что соседи, может быть, немножко... Вы знаете, возможно, что ума чай протекает. Он же на работе целый день. Вот. Так что, возможно, пусть поменяется квартирами. 30 кошек – это еще не предел, рассказывает куратор фонда помощи животным Оксана Слесарева. В их практике хвостатых было и 45, и 50. О квартире на школьной узнали в марте. Животных стерилизовали, сделали генеральную уборку. Сейчас возьмутся за ремонт. Учитывая, что хозяин с ограниченными возможностями, и там полы во всех комнатах, они голые. Вот. И поэтому, да, вот, что касаемо санитарных условий, то и слышимость есть, и, возможно, протечки. Вот эти все животные – это, ну, все, что у него есть. И вот они плодились, и вот он как мог и содержал их, и кормил, и ему очень сложно сейчас, вот, даже мы ведем эти все переговоры, вот, и хотим пристраивать, и, ну, ему сложно расставаться с ними. Юлия Левачева, Виталий Киргинцев, Ноябрьск, 24. Это Большая область. Мы продолжаем. И вот, что вы увидите далее. Что и как нам продают в сетевых магазинах? В Губкинском народный контроль не оставляет в покое местных ритейлеров. Праздник первой лопаты. В Нефтьюганском районе, в Салыме, открыт югорский археологический сезон. Снаряд попадает дважды в одну и ту же воронку. По крайней мере, когда речь идет о работе народного контроля в Губкинском. Некоторое время назад его представители проинспектировали местную монетку и нашли там букет нарушений. Контролеры дали торговой точке время на исправление ошибок и пришли снова. А вместе с ними корреспондент телекомпании «Вектор» Елена Шестакова. Народные контролеры – частые гости в магазинах «Монетка». Только приходят не покупать, а проверять. Зашли – и сразу нарушение. На входе отсутствуют маски для покупателей. Стол для упаковки покупок заставлен товаром. Это недопустимо. Вам надо отсюда все убрать и переместить. Обнаружились и недочеты в оформлении информационного стенда для потребителей. В случае возникновения каких-то вопросов, где он мог бы проконсультироваться по качеству, по вопросам защиты прав потребителей. Соответственно, нужно довести до сведения директора магазина, чтобы они это исправили. Особое внимание – соблюдение сроков годности продуктов и соответствию цен на полках в зале и на кассе. Последняя – основная причина недовольства покупателей. В соответствии с законом о защите прав потребителей, потребитель имеет право обратиться к продавцу с претензией и потребовать разницу в цене, которая указана была, значит, товар, когда он покупал, и на кассе. Вот эту разницу магазин обязан вернуть. Такие нарушения народные контролеры обнаружили при проверке в апреле. После этого в монетку пришел Роспотребнадзор. Основанием для проверки послужил ранее показанный сюжет на местном и региональном телевидении о том, что в данном магазине нарушается санитарное и потребительское законодательство. Кроме того, обнаружена пищевая продукция с истекшими сроками годности. Это и молочная продукция, и колбасные изделия, и мясные полуфабрикаты. Выявлено около 20 наименований. Общий вес забракованной продукции составил 45 килограмм. Проверка Роспотребнадзора также выявила факты захламления складского помещения пищевыми отходами и несоответствия цен. В отношении юридического лица приняты меры административного реагирования в виде штрафов, общая сумма которых составила 380 тысяч рублей. Постоянный контроль со стороны общественности и уполномоченных ведомств дал свои результаты. Народные контролеры сделали контрольную закупку и убедились, на этот раз цены соответствуют ценникам на витрине. Сама обстановка в магазине изменилась, прилавки стали уже уже укомплектованы, чистые, приятно подойти к прилавку. В сам магазин заходишь, уже он не завален, и есть проходы, где можно пройти, посмотреть нормально товар. Покупатели согласны, что ситуация изменилась к лучшему. Но замечания остались. Например, все еще трудно найти ценник к товару. Сейчас более-менее стало, было отвратительно, ужас, не зайти, ничего, непонятно где что. Ну, с ценниками, как и тогда было, так и сейчас. Прошлый реестр здесь был не очень хорошо. Было как бы подон насталено, пройти невозможно было, и продавцы были заняты своими делами. Некачественное обслуживание покупателей объясняют нехваткой кадров, но обещают исправить недочеты. Некоторые уже исправили, и в дальнейшем исправим. Продавцову скажем, что к чему и сам тоже буду присутствовать. Работаем, разбираем палеты, чтобы проходы были чистые. А народные контролеры обещают, что проверки продолжатся. По вопросам защиты прав потребителей можно обратиться к общественникам, в Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, а также в отдел организации потребительского рынка администрации. В Тобольске продолжаются рейды по ликвидации нестационарных торговых объектов. По правилам благоустройства все павильоны должны быть размещены в рамках утвержденной схемы. Времени на решение всех вопросов у предпринимателей было достаточно. Десять дней назад на фасадах данных объектов было размещено уведомление о необходимости освобождения земельного участка от нестационарных торговых объектов. Сегодня мы производим повторный осмотр. Если объект остался или правообладатель не установлен, то в течение 60 дней его демонтируют. Важно понимать, бизнес не исчезает, в большинстве случаев он лишь меняет дислокацию. В этом году в новую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Тобольска включили 14 торговых точек. Предоставлять места будут через аукцион. В Сургуте будет продолжена реновация экопарка Засаймой. А в городе много обсуждали судьбу этой локации. У проекта были противники, но теперь за это проголосовали общественники и чиновники на прошедшем заседании экспертной группы. На строительство набережной, а также спортивной и детской площадок уже выделены средства из бюджетов трех уровней. Подробнее корреспондент телекомпании Сургутинформ ТВ Юлия Балабанова. Что сегодня представляет собой парк Засаймой? Сеть узких тропинок, где особенно выходные пешеходы рискуют столкнуться с велосипедистами, а на детских площадках яблоку негде упасть. Решение о благоустройстве этой зоны отдыха назрело давно. Именно поэтому 16 тысяч человек проголосовали в свое время за. Начались и работы, причем сразу на нескольких участках. Однако строительные заборы вызвали у некоторых опасения. Чему же быть, а чему нет в пределах этой зеленой зоны? Ответить на этот вопрос непросто. Особенно если среди тех же общественников нет единого мнения. Например, как найти баланс между вырубкой и вника ради обустройства набережной и строительством капитального здания для администрации ботанического сада, которое может нанести вред экологии. Насчет набережных. Вот здесь вопрос. И сейчас приостановили, но там уже все сделали. И вы вырубили. А это ведь среда обитания, например, уток. Я против капитального строения администрации ботанического сада на территории экопарка. Вот я против подводить инженерные коммуникации. Пусть это будут сезонные. Ну, я считаю, администрации экопарка будет достаточно. Ну, не надо там. Вы же сами принимаете. Вы сами себе противоречите. Если запутать, то это капитальное сооружение. На повестке обсуждения группы несколько вопросов. Пожалуй, самый главный. Как быть с теми объектами, на которые уже выделены деньги, причем немалые. Работы начались, но их пришлось приостановить. После переговоров стороны решили. Благоустройство необходимо продолжать. Но с учетом пожеланий и замечаний участников экспертной группы. Необходимо учесть, что при проведении работ по строительству набережной, если такое решение будет принято, продолжать работу, предположим, необходима консультация со специалистами не по бумагам, не по телефону, а натурное обследование участков. Эти же самые эксперты соберутся уже в следующий раз не в кабинете, а в самом парке. Проверят каждый участок, набережную, спортивную и детскую площадки. Главное, пришли к единому мнению эксперты, фактор времени. Переговоры не должны затягиваться. Сроки реализации уже начатых проектов нарушать нельзя. Если я правильно понимаю, то мы с вами сейчас не видим препятствий для того, чтобы продолжить реализацию проектов по заключенным муниципальным контрактам. Но при условии, что у членов проектной группы будет возможность конкретно по каждому объекту выйти на местность, то есть мы организуем эти встречи, задать вопросы, получить на них ответы, чтобы мнения, которые будут высказываться, были учтены. Участники дискуссии затронули тему дальнейшего благоустройства парка Засайма, ведь проектом предусмотрены и другие объекты. Например, небольшая площадь, амфитеатр, лодочная станция и кафе с мороженым, напитками и сладкой ватой. И здесь экспертам все-таки предстоит определиться, что большинство жителей города здесь хотят видеть. Если это нет, то мы оставляем все белочки, их не беспокоят. Ну, уберем мусор и оставим его в покое, чтобы больше измолченивать никого ни в каких вопросах. Если это парк, то надо посмотреть картинки по тем паркам, которые существуют вообще в мире. Городские власти при всем многообразии мнений настаивают на принципиальной позиции. Решение, как дальше будет развиваться парк Засаймой, будет принято большинством сургутян. А это значит, свое слово могут сказать не только чиновники и депутаты, ученые и общественники, но и мамы с детьми, пенсионеры, спортсмены. Одним словом, все те, кто проводит время в этом зеленом пространстве. Если будет необходимо, в мэрии готовы провести еще одни публичные слушания. Праздник первой лопаты. В Салыме открыли югорский археологический сезон. А день его открытия так необычно назвали, потому что в 2019 году была изготовлена специальная лопата, которой были начаты раскопки. В этом году появился второй инструмент, его черенок украсили изображения салымских артефактов. Тему продолжит корреспондент телекомпании «Седьмой канал» Лилия Романова. Священный кедровый бор. Около ста лет назад именно на этом месте стояли деревянные скульптуры салымских божеств. В 2016 году здесь нашли самое древнее юртовое поселение. А в 2021 на этом священном для древних народов месте открыли югорский археологический сезон. И очень скоро в Салымский край начнут стекаться исследователи прошлого. Мы будем организовать археологическую практику студентов Сургутского университета. В этом году должна состояться археологическая практика на достопримечательном месте озера Большое Каяково. И в рамках практики наш друг-художник Александр Кухтерин будет лепить керамические горшки вместе со студентами. Пухи неолит, мастер-классы будут сниматься. Уникальные находки археологических исследований все гости смогли увидеть воочию. В библиотеке Салыма были организованы выставки изделий, найденных при раскопках в Кедровом Бару и на Балинских юртах. Салымский край – это удивительное место, и чтобы изучить его, не хватит и целой жизни, говорят археологи. Это может быть, например, берестяная грамота, на которой 400 лет назад кто-то начертил палочкой несколько буквок. Или маленький двухсантиметровый камушек, на котором царапана рожица. Казалось бы, ну, как дети так рисуют, но только что камешку этому около трех тысяч лет, и он под большим-большим пластом земли был найден. Важный вопрос, который очень волновал всех присутствующих – открытие музея на территории района. Не бывает будущего без прошлого, и наша задача – сохранить лучшие традиции. Такой ответ дала глава нефтьюганского района сотрудникам отдела югорской археологии и этнографии. Мы очень рассчитываем, что постепенно музей под открытым небом на территории Салема будет организован, и он будет работать эффективно и привлекать новых жителей, и не только югры, но и зарубежных граждан. Начало музея уже положено. Первый объект – стенд с фотографиями скульптур солымских идолов и бронзового божества – был открыт вместе с археологическим сезоном. И очень скоро в нефтьюганском районе появится новая достопримечательность. Вы смотрели «Большую область» в студии работал Иван Стрижов. Всем хорошего настроения и большого человеческого счастья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова